Солнечный привет из Мерсина. Беру вас с собой по своим делам. 26 градусов. Я в шортах. Девочки, красоту вам. Посмотрите, сколько уже цветов розовых. Пусть ваши глазки радуются. Хорошо, что я защитным кремом намазалась, потому что припекает конкретно. А я и лицо, и тело. А куда же мы идём с вами, друзья мои? Мы идём искать пункт на университетской, где можно делать заказ на воду. Дело в том, что всё это время, что я живу в квартире, Олечка онлайн из Стамбула, в Мерсине, заказывает нам воду с доставкой. И вот уже неделю это приложение не работает. Горит красным. И другие приложения тоже на мой адрес воду не хотят доставлять. Поэтому мы с вами идём по университетской вниз, ближе к трассе Д-400. Когда я проезжала на автобусе и мимо ходила этого маркета, то я видела эти баллоны с водой. Они стояли на улице. И мы у них спросим, доставляют ли они воду на дом. Хочу обратиться к Татьяне, к своей зрительнице из Эстонии. Татьяна, я видела два ваших комментарии, но не успела ответить, как они исчезли. Один комментарий исчез вместе с моим видео, потому что Ютуб не пропустил музыку по художественной гимнастике. И мне пришлось заново монтировать видео, чтобы вы хотя бы, мои зрители, хоть чуточку соприкоснулись с гимнастикой моей дочери. А потом вы написали видео, или мне это приснилось, что вы написали комментарий уже под другим видео. Я не могу его найти. Дело в том, что у меня выплывает оповещение в телефоне, что кто-то написал комментарий. Если я успеваю сердечко нажать, то успеваю. А если не успеваю, то я потом захожу и уже отвечаю на комментарий, ставлю сердечки. Ваш комментарий я увидела, но не могу найти, чтобы ответить. Огромное-огромное вам спасибо, Татьяна, что вы меня всегда поддерживаете и комментируете, смотрите мои видео. Солнечный привет вам! Ну вот, друзья, я нашла этот маркет. Вот здесь я видела воду. Позвонила Олечке. Олечка договорилась с ними. Они привозят воду с доставкой. Вода стоит 40 лир. Забирают пустую бутылку. Привозят вам большую бутылку. 40 лир будет стоить. Все хорошо. А напротив... Воду мне завтра привезут. Сегодня уже заказы все выполнены. А напротив вот такой вот маркет. Я хочу уточнить у девушки, которая жила или живет в Мерсине. И она сказала, кажется, в этом маркете можно пополнять автобусную карту. Пожалуйста, напишите комментарий. В этом магазине вы пополняли или нет? Просто у меня с собой нету карты. И я боюсь, что я не объясню, что мне от них надо. Спасибо вам большое. Буду идти на базар, а еще мы с вами зайдем в бюджетный магазин. Написала мне зрительница такой вопрос. Светлана, планирую приехать с дочкой на неделю пожить в Мерсин. Буду жить в апартаментах. И мне важно, сколько нужно денег на неделю пропитаться, прожить в городе. Поэтому я и сказала так. Бюджет у всех может быть разный. Я что-то ем, что-то не ем. По мне судить не надо. Тем более иногда я покупаю уличную еду. Это уже другой бюджет, да? Но уличная еда, вот, например, у нас тут на углу университетской, 40 лир с доставкой домой. Если будете сидеть, кушать на улице, 35. Они не будут эту с собой давать вилочку, ложечку, наверное, поэтому у них цена меняется. Или упаковку не будут давать такую. Вот. Поэтому, что мы сделаем? Мы сейчас зайдём в Аюзбир. Аюзбир, это по-турецки, магазин А101. Я сниму вам цены на молочку, на рыбу, мясо, на колбасу. И вы уже в своей голове сами поймёте, сколько вам с дочкой на неделю надо. Может, вы купите одну курицу, как я могу. Одну курицу купите, три блюда приготовите жить неделю. Так что, сейчас всё увидим. Ой, надо перебежать дорогу. Если вы с дочкой будете кушать сладости. Сладости вкусные. Значит, вот такие вот цены. 120 лир за килограмм и 140 лир за баклаву. Это, чтобы вы знали, сколько вам будет стоить сладости к чаю. Идём дальше. Всё, друзья, насытилась я солнышком. Иду по тенёчку. А жарко, жарко. 26 градусов. Ай, опять солнышко. Но ничего, там ещё впереди тенёчки. Я перешла на другую улицу. Всё время на университетской я хожу мимо вот этого маркета. Видите, нарисована голова быка. Так вот, встретила своего зрителя, подписчика Владимира. И он сказал, что вот здесь, в этом Касаб, очень классное мясо. Свежайшее просто. Я никогда сюда не заходила. Но если вам интересно, давайте мы зайдём вместе. Гириш – это вход. Значит так, музыки здесь вроде нету. Здесь у нас сразу на входе оливочки. Так, здесь у нас сыры. Господи, как здесь вкусно пахнет, друзья мои. Сырами пахнет. Цены. Кстати, цены вот написаны. 259,39,90. Так что вот приблизительно такие цены. Мирова. Так, что у нас здесь? Здесь у нас колбасы. Цены 739,584. Блин, музыка, друзья мои. Хоть бы не заблокировал YouTube. Так, здесь у нас курица. Филе куриное. Давайте цену посмотрим. Или что? Где у нас цена? А вот цен нету. Смотрите. Цен нету на курицу. Не пойму. Нет, нету. А, вот. Вот цена. Вот такие цены. Значит, 89,95 килограмм филе. Вот. Свежайшее. Все красивенькое. Все свеженькое. Так, вот здесь вот у нас идет или говядина, или баранина. Я не умею разбираться сама. Но вот цены вот такие вот. Смотрите на экране. Видите, какие цены, цифры? Вот. Дальше у нас идут такие, как котлетки. Кофте, наверное, все это свежайшее. Вот мои любимые эти самые ребрышки баранины. Только не знаю, сколько они здесь стоят. Не вижу цен. Кофте, кофте только вижу. Баранины ребрышки не вижу. Вот. Ну, вы поняли, да? Да. Что здесь такая вот мясная лавка. Прямо на улице Университетской. Такой маркет. Я никогда сюда не заходила. И только благодаря вам, мои зрители, которые переехали жить в Мерсин, вы мне все рассказываете, показываете. И я вот для вас все снимаю. Такую информацию. Здесь и овощи вы можете купить. Красивые. Вот, смотрите, томаты 23,90. А мы сейчас с вами еще на базар пойдем. Там цены поснимаем. Ну, я думаю, что приблизительно вы все поняли, да? Впереди находится наш магазин Аюзбир. А101. А мы с вами сейчас пройдемся по базару. Смотрим цены. На рыбу цен нету. Поэтому спрашивать не буду. Мне рыба не нужна. У меня дома есть рыба. И мудрители! И мудрители! Клубника. Клубника 15 лир за килограмм. Это будет подороже. Она покрупнее. Клубнику я тоже куплю. Но сейчас я сначала вам показываю цены. Ежевика есть, но цены нету. В прошлый раз я покупала за 35 лир. Так. Зелень. Цен нету. Сейчас найдем там, где есть. Огурцы. Огурцы 15 лир за килограмм. Помидоры 15 лир за килограмм. Видите, в магазине мы с вами за 23, да, смотрели. А здесь тоже такие же. 15. Яблоки. Цен нету. Так. Бананы 20 лир. Бананы очень сладкие. Рекомендую. В Таллине бананы я не любила. Здесь кушаю с удовольствием. Так. Мелкая клубника 15 лир за килограмм. Здесь у нас что? Здесь у нас томаты 13 лир за килограмм. Друзья мои, не знаю, как подхожу к прилавку зеленью. Такие ароматы идут. Хотя я зелень, вы знаете, особо не люблю. Томаты по 15. Так. Дальше идем с вами. Здесь у нас оливки. Здесь у нас сырые яйца. Цен не вижу, спрашивать не буду. Так. Яблоки, апельсины. Яблок берут много. Значит, вкусные. Дальше идем с вами опять прилавок зеленью. Опять эти запахи, друзья мои. Килограмм лук-порей 10 лир. Раба. Раба очень. Салат 5 лет. Цены такие же, как и на той неделе. Как и на той неделе. Я вот такой пучок салата ем одна-две недели. Ну, полторы. На завтрак и на ужин делаю. Добавляю в салат свежий. Добавляю, короче, салат у меня такой идет. Зеленый лук, листья салата, огурец, помидор, гранатовый соус и подсолнечное масло. Оливковое я не кушаю. Так, лук 2 килограмма 40 лир. 35 лир помельче лук. Чеснок цен не вижу. 3 килограмма картошки 40 лир. Картошка крупная, но когда приходишь домой, почему-то не вся. Крупная у них, видимо, там сзади помельче. Ну, это свои хитрости в торговле. Что делать? Так, помидоры 15-16, огурцы, лимоны 10 килограмм. Да, баклажаны, друзья мои, баклажаны. 20 лир за килограмм, это 1 евро. Так, тут опять оливочки, сырые яйца. Цены, вот мы видим, 50, 60, 75, 80, 100. Идем дальше. Баклажаны 22. 22, 22 лиры. Перец 25. Лимоны 10. Мирова. Помидорчики 15. Груши. Так, арбузы, апельсины. Боже, запах цитрусовый, просто обалденный. Мирова. Я, наверное, куплю апельсины. Так, на обратном пути. А вот смотрите, что турецких семьях чаще всего берут. Они же готовят томаты, добавляют везде. И вот эти томаты, они продают, они чуть-чуть вроде помятые. Нет, не помятые. Ну, надо обрезать. Короче, по 10 лир за килограмм. А там вообще по 5 лет. И люди стоят, добавляют. А что? Добавляют, да? Куда-то в соусы. А вот клубника крупная, цены не вижу. Дальше зелень, опять эти ароматы, друзья мои. Так, вот клубника покрупнее и уже 20 лет. Замечательно. Вот я 20 лет сейчас попросил. Сначала пробегу по всему базару, чтобы потом... Я сегодня без помощницы, как вы уже поняли. Вот, я поставлю в корзину овощи в магазине и спокойно там поснимаю вам цены. Что-то там 5 лир. Я даже не знаю, что это. Капуста, что ли? Цветная капуста, не знаю. 15 лир за килограмм. Цукини. Ну, кабачок, цукини, кто как называет. 15 лир опять огурцы. Дальше. Здесь у нас баклажаны по 18. Доба. Так, здесь у нас такие цены. 30 лир. 20 лир перец. Кто любит перец? Я его не ем. Так, 20 лир опять перец. 1 евро. Парковка. Листья салата по 5. Яблоки. 15 лир за килограмм. Я думаю, цена на все яблоки. Это я... Артишок, да? Вы, кажется, мне писали в комментарии. Цены нету, не знаю. 10 лир за килограмм апельсины, арбузы. Не знаю цены, но в прошлый раз я взяла половинку арбуза на 90 лир. Скушала я его сама, Марусь. Чему-то не очень понравился. Ну, ничего страшного. Было вкусно мне. Так, пучок зелени 3 лиры. Не знаю, что это. Что это за зелень? Ну, 3 лиры. Так, опять же, салат. Вот такая капусточка по 5 лир. Красная помидорка. Ой, помидорка. Это, господи, морковка. Томаты такие большие, красивые. У моей мамы на даче такие томаты были. Посмотрите, огромные какие. Они еще полежат, созреют. Наверное, они очень вкусные. Только цены я не знаю. Ну, берут, значит, нормальная цена. Смотрите, какие кругленькие цукини. Интересные, да? В Толлине я таких не видела. Очень классные. По 15 лир клубника. Капуста 10 лир, 1 качан. Здесь 10 лир, 1 качан. Здесь 8 лир, 1 качан, который поменьше. Ну, друзья мои, мы уже обошли весь, в принципе, базар. Там уже орехи, там уже у нас вещи, трикотаж. Это видео я записываю для своей зрительницы, которая в скором будущем приедет в Мерсин. И ей важно, сколько ей нужно денежек, чтобы здесь прожить неделю с дочкой. Так что это, в принципе, видео для нее. Ну, и для вас, конечно, мои зрители, которые смотрят мой канал, постоянно комментируют, ставят лайки. Тем самым продвигают мое видео. Ходила, ходила, и смотрите, что я нашла. Персики и ниткарит по 15 лет. Не знаю, какие на вкус, но вот такие вот цены. Я пока цены не вижу. 20 лир, вот такие вот помидоры. 20 лир за килограмм, 1 евро. Сейчас понюхаю. Запах классный. Я беру себе килограмм клубники. Взяла я все-таки персики, он меня уговорил, 30 лир за килограмм. Вот так вот я взяла, и взяла еще бананы, 1 килограмм. Так что где моя помощница? Вот как я нагрузилась. Сейчас у меня рука отвалится. А потому что столько килограмм в одной руке. Помощницу дома оставила? Цена на воду. Смотрим цену на воду. Овощи снимать не буду цену. Именно смотрим воду, потому что вы будете здесь жить, вам надо будет купить воды. Значит, полтора литровая бутылка, 8,35. Запоминаем. Записываем. Дальше куда мы идем? Наверное, в мясо. Вам же интересно мясо, вы же будете питаться. Значит так, здесь холодильник. Сразу скажу, что мы кушаем вот чизкейк. Его цена будет 57. Нет, Бру, 65. Так, здесь что у нас? Курица килограмм 49. Кило 400 весит курица. Запоминаем цены. Здесь филе дороже, чем в том коса, куда мы заходили. 95. Обычно рассосовка по 600 грамм филе. Вот такие вот цены, да? Крылышки по 69. Так, по 49 какие-то цены. Ножки здесь. Короче, килограмм до 100 лир. Здесь у нас что? Здесь у нас говядина. Ну, ориентировочно 100 лир за 400 грамм. 5 евро 400 грамм получается, да? Подорожало. Раньше я покупала такую упаковку за 75 лир. Цены на сахар. Сахар подорожал. 27.50 килограмм сахар. Так, я пользуюсь рафинад. 27.50. Здесь еще старая цена. 24.75. Если вы кушаете консервы, вот цены. Три консервы коробочков. Салаты можно, можно просто на быток год 60 лир. Три евро. Есть такие вот за 44.50. Здесь большие две баночки. Почка. Я покупаю молоко за 20 лир. Так, здесь у нас кефир 24.90. Так, йогурты цены большие. 39.75, если вы любите такую молочку. Айран я здесь не вижу. Наверное, вот наверху айран. Да, 4.50 стаканчик айрана. Для ребенка сырочки. Так, цены. 7. 4.75. Ну, это такие сладости, типа сырочков, но не совсем. Марусе не понравились. Или она их переела. Когда мы приехали, она их покупала. Теперь она их не покупает. Покупает импортные, которые находятся в Мигросе. И в Баймар, Мигросе и Гроссери в таких магазинах. Так, что дальше у нас? Дальше у нас сыр. Сыр 39.40. Так, вот этот вкусный сыр. Косичка 58. Упаковка 42. Тоже многие берут, покупают. Тоже ничего, сыр. Я покупаю вот такой бутербродный маргарин на завтраке. 16.50 стоит. Так, наггенсы. Если ваш ребенок ест наггенсы, вот 21.75. Упаковка 300 грамм. Колбаска на завтрак. Я покупаю индюшиную. Она стоит хинди 10.50 пачка. А вот эта тоже вкусная, с фисташками. Цвет отвратный. Но на вкус и пахнет копченым. Стоит 12.50. Или 14.50. Вроде, по-моему, 12.50 за пачку. Так. Что у нас еще? Раньше, когда я только приехала, я покупала за 71, которая сейчас, по стурму. На завтраке очень вкусно. Сосиски я здесь не покупаю. Я покупаю вот такой вот колбаски для оливье. Использую. Можно жарить с яичницы. Стоит палка такой индюшиной колбасы. 31 лера. Яйца. Яйца вам тоже понадобятся, наверное. Я покупаю по скидке 15 штук за 34.75. Яйца крупные, хорошие. Такие вот цены. 6 штук за 15 есть. Есть 30 штук за 82 лиры. Смотрите. Белые тарелки. Кто любит белые тарелки? Бюджетный вариант. В Айузбире. Одна тарелка стоит 29.95. Так. Макароны. Макароны вам нужны. Пачка макарон. Полкило. 12.75. Я покупаю в Мигрос по 10. Фирму Анкаро. Покупаю в Мигрос. Так. Рис. Что здесь с рисом? Какой вот рис? 19.50. Я Мигрос покупала рис. Здесь не знаю. Но цены в принципе нормальные. 2,5 килограмма. 71.50. Фасоль. Такие вот цены. Это все упаковки килограммовые. Масло подсолнечное. Литр 42 лиры. Если покупаешь 2 литра. Вот такой вот. Я масло покупаю. Я плачу 69 лир. То получается у вас по 35 за литр масла. А вот вообще 5 литров. Но вам на неделю совершенно не нужно. Вам на неделю литра будет достаточно. В принципе. Тогда 42 лиры. Переключаемся. Переключаемся. Я уже дома. Вот вам прекрасные виды из моего окна. 20 апреля я проведу прямой эфир. Гостем моего прямого эфира будет Анна. Анна у нас астропсихолог. Живет в эмиграции 23 года. Это моя одноклассница, моя подружка. Мы вместе учились в Эстонии. И тема будет очень интересная. Какие черты характера и темперамент важны в человеке для эмиграции в другую страну. Так что приходите все на прямой эфир. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok